Всем привет, друзья! Это снова я со своими квартирами. Как вы уже, наверное, догадались, я сегодня в микрорайоне Шилова. Нахожусь в жилой комплексе Ласточкино. Вот, по левую сторону от меня, по левую руку. Но не там. Не там мы будем с вами смотреть квартиру. А квартиру мы с вами посмотрим в жилом комплексе Звездный квартал. В Звездном квартале, по-моему, один раз всего мы квартиру, я квартиру снимал вам и показывал за всю историю нашего канала, если так вот проанализировать, как бы, да? Это строительная компания Карат была такая, этот жилой комплекс застраивала. Ну и находится он, как вы уже правильно поняли, граничит, граничит с жилым комплексом Ласточкино от строительной компании ДСК. Боже мой, что же у меня с языком, язык что-то у меня заплетается. Пятница. Пятница утра, конец рабочей недели. Все говорит о том, что организму, вот этому небритому организму нужно отдыхать. Так, что у нас тут по инфраструктуре? Давайте сразу, хватит вам мою небритую морду показывать, давайте сразу по инфраструктуре. Ну вот, собственно говоря, жилой комплекс Ласточкино на ваших экранах. Сразу за ним, вы видите, выглядывает детский сад, выглядывает школа, поликлиника присутствует, есть. Ну и вот он наш дом. Вот в этом доме мы с вами посмотрим однокомнатную квартиру. В нашем доме центр торг, видите, универсал. Там вообще по самому жилому комплексу на первых этажах достаточно большое количество, видите, всякие там, вон какая-то и стоматология, и какие-то салоны красоты, и всякие вайлдберрисы, озоны. В общем, все здесь, по сути говоря, есть. Все есть для нормальной, хорошей, комфортной жизни. И вот еще один у нас детский сад прямо во дворе нашего жилого комплекса. Вот он, вот он на ваших экранах. Остановка общественного транспорта. Вот она. Также три минуточки ходьбы. Прямо вот там остановочка общественного транспорта. Чего вам еще по инфраструктуре сказать? Три или четыре транспорта, маршрута у нас здесь двигается. Центр торг вам еще раз покажу. Все здесь у нас убирается. Здравствуйте. Чистится, убирается, все нормально, все хорошо. Люди стараются, люди свое дело знают. Вот он, детский сад. Еще раз вам показываю. Прямо во дворе нашего жилого комплекса. А вот там это все жилой комплекс Ласточкина. Он прямо-таки опоясывает, так сказать, да? Наш жилой комплекс Звездный квартал. Ну, Звездный сколько это? По сути, три или четыре дома получается, да? Сейчас сюда в стороночку отойду, чтобы у меня машинки никакие, не дай бог. Не смогли задавить. Вот раз дом, два, дом, три, наверное, дома, да? У нас квартира... Нет, пять домов. Пять или шесть даже. Вот как раз-таки вот эти дома, они... Детский сад находится как раз-таки в центре. В центре вот этого жилого комплекса. В общем, пять или шесть домов, давайте так. Ну, какая разница, сколько тут домов? Главное, что наша квартира вот в этом доме, в которой универсал. Ну, центр торг, как я всегда говорю, да? Кончилась у вас соль, хлеб, не знаю, ну, что-то кончилось. В тапчиках, в тапчиках за солью. Никаких вопросов. По детским площадкам. Детские площадки у нас здесь присутствуют. Ну, они здесь есть в каждом дворе, собственно говоря, да? Вот между этими двумя домами, видите? Детская площадка для детишек покувыркаться, поваляться. Ну, тут мамочкам, папочкам посидеть, поумиляться. Стихами заговорил. Там вот еще одна детская площадка. Еще одна детская площадочка. Пожалуйста, вам. В общем, этого добра здесь достаточно. Ну, и салон красоты Дива. Вот там шторы, карнизы, там опять Дива. О, как Дива. Дива. А, Сбербанк. Сбербанк, да, забыла. Сбербанк у нас тоже есть. Аптеки есть. Вот там еще СДЭК вижу доставки. Еще аптека. Ну, аптек тут... Аптек как пивников, да? Их всегда навалом, так сказать. В общем, инфраструктура района довольно-таки развита. Это все здесь есть для нормальной, хорошей, комфортной жизни. И плюс вот там он, Шиловский лес. Хотите с собачкой погулять? Хотите сами кислородиком подышать? Вам туда. Пожалуйста, никаких вопросов. Вот как раз молодой человек собачку свою прогулял. Или собачка его прогуляла. Так, все. По улице долго не будем с вами здесь шастать. Камера у меня все-таки мороз не любит. Пойдемте уже, наверное, в подъезд. Смотрим с вами. Смотрим с вами. Каким образом здесь мамочки с колясками будут подниматься. Никаких вопросов. Прямо вот так и будут подниматься. Все. Смотрим подъезд, смотрим квартиру. Все, как всегда, ничего не меняется. Подъезд. Смотрим с вами подъезд. Вот такой вот длинный-длинный коридор. Вот, видите, жители батарейки собирают. Для использованных батарей. Молодцы. Ну что, довольно чисто. Довольно чисто. Все ухожено. Напоминаю, сегодня у нас пятница. Пятница. Утро. Либо уже успели убрать, либо здесь особо и не намусорили. Ну, все нормально, собственно говоря. Почтовые ящики. Вандалы тоже никакие тут свои ручонки. Следы никакие, напоминания о себе не оставили. В общем, все нормально. Коробочка для спама. Все хорошо. Так, и по лифтам. Что у нас? Один лифт получается, да? А, два. Два лифта у нас. Лифт раз, лифт два. Все, поехали. Если вы являетесь продавцом недвижимости в Воронеже или ближайшем пригороде, и хотите, чтобы ваша недвижимость попала на наш канал, звоните в 8-920-22-99-356. Расскажем об условиях сотрудничества. Так, друзья, начинаем мы с вами, как обычно, от входной двери. Их напоминают у нас жилой комплекс Звездный. Звездный квартал. Улица Острогорская, 168-2, микрорайон Шилова. Однокомнатная квартира. Дому сколько у нас? Шесть лет получается. Мы с вами на третьем этаже. Третий этаж. Семнадцатиэтажного монолитно-кирпичного дома. И общая площадь нашей квартиры, как температура здорового человека, 36,6. 36,6 общая площадь нашей однушечки. Входная металлическая дверь. Да, пока не забыл. Вся мебель, вся бытовая техника. Вот все, что вы видите из крупного го, так крупного, понятно, мелкие вещи какие-то мы заберем, а вот все крупное мы оставляем здесь. Все это у нас входит в стоимость нашей квартиры. Ничего забирать с собой не будем. Мы переезжаем в другой город. Соответственно, квартира, на мой взгляд, прям вот заинтересует именно тех людей, кто к нам переезжает. Часто переезжает, у кого нет вообще никакой. Ни мебели, ни бытовой техники, никакой контейнер с ними сюда не едет. В общем, эта квартира, я думаю, что для вас. Понятное дело, что площадь небольшая. Понятное дело, что не всем подойдет. 36,6. Но вот что есть, как говорится, то есть. То есть рассмотрите этот вариант. Либо под покупку. Если переезжаете там один, вдвоем, может быть. Либо, если, может быть, вы планируете вложить, так сказать, денежки, переживаете, мало ли чего произойдет. А вдруг, а всяко может быть. А после выборов, а вдруг, а какой-нибудь лимит на денежки наложат на снятие, которые лежат у вас, большие ваши миллионы на счетах. Отдай-ка я лучше квартиру куплю. Стены, они вроде как бы стоят и стоят. И все хорошо, и все нормально. Вот этот вариант как раз-таки для вас. Купили, сдали. Мебель никакую сюда завозить не нужно. Здесь все уже завезено до вас, так сказать. То есть квартира полностью укомплектована мебелью и бытовой техникой. Так, много слов. Давайте ближе к делу. Не будем размазывать кашу по тарелке, так сказать. И продолжаем с вами обзор нашей квартиры. Коридор. Смотрим с вами функциональность коридора. Входная дверь показал. Шкафчики вот эти с двух сторон. Еще раз обращаю ваше внимание. Остаются вся мебель, вся бытовая техника остается. Как бы разу сразиться есть где. Коридор не маленький, в принципе, видите. Обувь вот сюда, верхнюю одежду вот туда и вот туда. Вот как висит моя, собственно говоря, трехгодичный, трехгодичный пуховичок мой, в котором еще лет пять, наверное, погоняю. Так, дальше, дальше сразу от входной двери направо мы с вами, куда попадаем? Правильно, на кухню. Это у нас кухня. Кухня по площади... Ой, что-то мне... А, написали кухню 9,1. 9,1 площадь кухни, в принципе, для однушки норм. И сама конфигурация кухни, видите, есть такие всякие разные вытянутые, вытянутые какие-то непонятные. Вроде площадь большая, не поймешь, как там чего расставлять. Здесь никаких вопросов, никаких проблем с тем, как чего здесь расставить не возникает. Здесь уже, собственно говоря, все расставлено до вас. Вот эта кухня остается, напоминаю. В доме у нас электрическая плита. Кухня, да, стоит. Так, тут лючок куда-то. Куда-то лючок делся. Здесь, видите, счетчики у нас на воду, на холодную, на горячую лючок. Нужно будет поставить экранчик, как он правильно называется-то. Кухня, да? Я имею в виду вот эти вот стройные шкафчики. Здесь у нас кухонный стол, который тоже остается. Стол, стулья, холодильник, индезит, пожалуйста. Все рабочее, все в хорошем, в рабочем состоянии. И здесь у вас огромное количество места для того, чтобы передвигаться, да? Один здесь готовит, что-то шкварчит, что-то делает, салаты нарезает, другой здесь сидит, ложка уже стучит, как бы по столу, ждет, когда ему подадут, так сказать. То есть, кухня, 9 квадратов, она такая, прямоугольная, но ближе даже к квадрату, наверное, да? Место прям вот, место прям вот реально достаточно, места много, поэтому никаких вопросов. кухня функциональная. Сразу из кухни у нас выход, пока не забыл, да? Окна, естественно, пластиковые, радиатор отопления вот такого вот плана. Давайте выйдем с вами на лоджию. Лоджия небольшая, лоджия, балкончик, небольшая, прямо скажем, да? Небольшая. Ну вот, что есть, то есть. Такая угловая, тряпочки какие-то тут висят. Нет, это не трусы, это тряпки. Так. Что у нас? А из нашего окна площадь старая видна, да? Или красная? Из нашего окна школы и детский сад. Одни и один детский сад я вам показал. Вот он, вот здесь, вот с этой стороны. То есть, все здесь у нас в шаговой доступности есть. Вон аптека, пожалуйста, да? Как сказал выше. Там же рядом красное и белое, хмельник. Они часто соседствуют. Везде, по всему городу. Ну и там большое количество. Да все, собственно говоря, да? Все первые этажи, они у нас все под коммерцию. Повторюсь, большое количество различных магазинов, салонов. Все, все, все. Здесь в жилом комплексе у нас есть. Ну, балкончик, собственно говоря, больше мне тут вам показать нечего. Небольшой, небольшой. Довольно-таки холодно. Давайте закрываться и перейдем с вами, продолжим с вами обзор нашей квартиры. Кухну посмотрели, 9 квадратных метров. Коридорчик еще раз. Обойки вам покажу. Покажу коридор с другой стороны. В принципе, функционален достаточно вполне себе. Давайте уж пошли мы справа налево. Давайте так и будем, собственно говоря, идти. Комната, комната небольшая, да? Комната небольшая, 15,2. Опять же, что есть, то есть. Опять же, вся мебель и бытовая техника. Все, что надо. Мы вам все оставим. Все входит в стоимость нашей квартиры. Ничего забирать не будем. Здесь все практически новое. Ну и дом свежий, да? Дому 6 лет. Двери межкомнатные неплохие. Тоже обращаю ваше внимание. Стеночка вот эта. Ну вот насчет телевизора только не знаю. Телевизор, приставка, да? Что вот это вот как бы насчет телевизора нужно будет уточнить. А стиралка. Я вам сейчас ее чуть позже покажу. Холодильник. Стеночки вот эти все. Диванчики. Вот это все останется. Это все входит в стоимость нашей квартиры. На полу здесь у нас ламинат. Тут ламинат. Там линолеум. Ну единственное, может быть линолеум я бы здесь линолеум может быть освежил бы, да? Здесь он такой как бы недорогой, прямо скажем. То есть вот в коридоре я бы, наверное, с этим заморочился. Хотя с этим тоже жить можно. Вполне себе. Вполне себе. Просто есть какие-то некоторые там вмятинки. Как бы вот. Это видно, собственно говоря, наверное, на камеру, да? Вот здесь, повторюсь, все у нас остается. Да, планировочка комнаты может быть не очень как бы удобная. Видите, эти монолитные колонны выступают. Раз колонна, два колонна. Ну как бы вот опять же, что есть, то есть. Но неплохо здесь собственник все, собственно говоря, раззонировал. То есть между колоннами у него как раз таки получилось его рабочее место. Видите, здесь у нас как раз таки, как раз таки, вот такой вот чудесный уголок для, для чего? Для компьютера, конечно. Для компьютера. Сюда ставите компьютер. Уголочек этот у нас остается здесь. Никаких вопросов. Диванчик остается, напоминаю. Диван раскладывается. И стеночка у нас тоже остается. Комната у нас имеет два окна, две световые точки. Не очень любит солнышко, собственно, да? Пленочки в окна закрыл. Поэтому в квартире кажется несколько темновато. Ну тут и горит всего две лампочки, поэтому как бы лампочек побольше. Пленочку отклеить. И в принципе все будет норм. И еще одно окошечко у нас на другую сторону. То есть в комнате будет достаточно светло. Ну и соответственно, да, два радиатора отопления. Там радиатор, тут радиатор. Как бы это все понятно. Повторяю. Вся мебель и бытовая техника. Все вам здесь оставим дополнительно. Нам ничего платить за это не нужно. Все входит в стоимость нашей квартиры. Часто меня упрекают, что я очень быстро камерой вращаю. Ну давайте не буду вращать потихонечку. Вам буду, собственно говоря, еще раз все показывать. Так, и что мы с вами не посмотрели? Мы с вами не посмотрели санузел. То есть это единственное помещение, которое у нас осталось неизведанным. Вот, пожалуйста, показываю. Санузел. Дверь межкомнатная тоже норм. Норм. Все двери, естественно, в едином стиле. На двери не тратится точно. Двери достойные, вполне себе нормальные. Санузел. В санузле у нас, напоминаю, стиральная машинка рабочая остается. Остается индезит тоже. Холодильник индезит, машинка индезит. И машинка довольно неплохо стоит. Здесь еще место тоже есть, видите. Ну, под нее там розетка сделана, под нее там сливы, под забор воды, под слив воды. Под ванной у нас экран. Смотрим, опять же, да, сразу функциональность вот этого помещения. Унитаз. Да, есть. Мойка ракуина. Да, ванна есть, полноценная. И стиральная машинка. Да. И места здесь передвигаться тоже достаточно. То есть, все есть. Все, что надо для нормальной, хорошей, комфортной жизни есть. Стены в плитке, в кафельной. На полу тоже. А потолочек у нас зашит. По-моему, пластиковая панель, что ли. Да, наверное, пластиковая панель. Ну, вот как-то так, друзья. Как-то так. Вроде бы все вам показал, рассказал. Напоминаю, это у нас жилой комплекс. Звездный квартал. Улица Острогожская, 168, дробь 2. Квартира у нас на третьем этаже. 17-этажного монолитно-кирпичного дома. 36,6. Общая площадь нашей квартиры. Да, комнатка может быть маловато, да. Кто-то скажет, маловато. Я люблю просторы родные. Ну, опять же, повторюсь, да, что есть, то есть. 215,2 площадь нашей комнаты. Но зато, но зато у нас довольно неплохая кухня. По площади 9 квадратных метров. Планируете переезд в Воронеж? Воспользуйтесь услугами нашей компании. Покупать недвижимость с нами выгодно и безопасно. Заполняйте анкету-заявку под этим видео. Так, по стоимости, друзья. По стоимости. Теперь переходим к стоимости. Напоминаю, этот дом у нас довольно-таки свежий. Дому 6 лет. Все, 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 что вы видели в этом видеообзоре в квартире остается. Дополнительно, повторяю, ничего платить не нужно. Все входит в стоимость нашей квартиры. Квартира на чистой продаже. Почему она, собственно говоря, и продается? Собственно, их наш переезжает. Переезжает в другой город, поэтому, как бы, ничего везти с собой, как бы, не хочет. Хочет ехать налегке с сумочкой, с денежкой от продажи квартиры. Нет, деньги не советую никому так возить. Деньги через счета перегоняйте. Вот, поэтому, как бы, все в квартире оставляем. Стоимость нашей квартиры, совсем тем, чего я вам сейчас здесь показал, 3 миллиона 100 тысяч рублей. 3-100 цена нашей квартиры. 36,6 общей площади в свежем монолитно-кирпичном доме со всей мебелью и бытовой техникой. 3 миллиона 100 тысяч рублей. Я считаю, ценник более чем адекватный, поэтому вы, как бы, особо долго не думайте. Увидели контакты специалистов под этим видео, быстренько позвонили, договорились о просмотре, приехали, посмотрели, глазками своими, да, ручками пощупали, что действительно квартира существует, что действительно все здесь, все, что вы только что здесь увидели, все здесь остается. Еще раз обсудили какие-то моменты, может быть, там, по коммунальным платежам, по соседям, что, как, куда. Вот, и, собственно говоря, за датчиком крепимся и готовимся к сделке квартиры на чистой продаже. Почему, собственно говоря, и ценник такой? Ну, потому что собственнику, повторюсь, ему нужно уезжать, да, то есть он знает, что можно, как бы, было бы, наверное, побольше денежек выручить с продажи, да, но так как у нас сроки очень сильно ограничены, поэтому мы готовы часть денег потерять, мы готовы продать нашу квартиру дешевле, мы готовы оставить всю мебель и бытовую технику 3 миллиона 100 тысяч рублей. 3-100. Цена нашей вот этой квартиры. Контакты специалиста под этим видео. Пишите, звоните, договаривайтесь, просмотрим. Находитесь в другом городе, планируете сделку дистанционно, может быть, купить эту квартиру, нет у вас возможности сейчас приехать, это тоже можно будет сделать. Сделайте доверенность на меня, я на сделке от вашего лица, собственно говоря, рассчитаюсь с продавцом, да, денежку перегоним, рассчитаюсь с продавцом и квартиру эту с вами купим. Повторюсь, квартира на чистой продаже, прямо вот на срочной продаже, поэтому, собственно говоря, такой и ценник. Больше никаких подвохов нет. Еще больше предложений нашей компании вы увидите на нашем сайте, ссылочку на наш сайт я оставляю, как всегда, под этим видео. Заходите, смотрите, база наша прибывает, собственники обращаются, предложений становится все больше, поэтому заходите, смотрите, выбирайте, ну как бы уже скоро будет прям совсем из чего выбирать, но вот таких вот квартир, прям много из чего будет выбирать, да, но вот таких вот квартир на чистой продаже, да, где очень срочно как бы, да, нужно продать, вот по такому ценнику, ну их как бы во все времена их как бы немного, да, вот такая квартира у нас есть. Вот эта квартира у нас есть, присмотритесь обязательно, да, если заинтересовало, долго не думайте, звоните, приезжайте, смотрите, покупайте. Приглашаю всех продавцов недвижимости Воронежа и ближайшего пригорода к сотрудничеству, если хотите аналогичный обзор видео по вашей квартире на нашем канале 8-920-22-99-356, пишите, звоните, расскажу о условиях сотрудничества. И также напоминаю всем покупателям, что мы оказываем услугу по поиску и подбору объекта недвижимости. Если данная квартира, ну, по каким-то причинам вам не подходит, может быть, вам большее количество комнат нужно, может быть, вам другой район для себя рассматриваете, пожалуйста, подберем, подберем анкета-заявка на подбор недвижимости, также есть под этим видео. Пишите, звоните, либо заполняйте анкету-заявку, которая под этим видео, да, и наш специалист с вами свяжется и, собственно говоря, обсудим все условия сотрудничества. Всем хорошего дня, хорошего настроения. К нашему вот этому варианту обязательно присмотритесь. Ничего практически делать не нужно, но, может быть, обои захотите переклеить, может быть, для кого-то это дорого-богато, да, может быть, у кого-то другой вкус, кто-то хочет прям вот такой вырви глаз красный себе сделать, цвет, никаких вопросов. Сделайте, купите, сделайте. Вот пока у нас вот так, да, то есть собственнику нравилось вот так, под кого он должен был делать, как бы, да, по-другому. Сделал, как ему нравилось для его нормальной, хорошей, комфортной жизни. Пол-ламинат, обои такие. Повторюсь, может быть, линолеум там в коридоре, если захотите поменять, может быть, хотя с тем тоже вполне себе первое время можно легко жить. Никаких там ни дырок, ничего такого нет. Просто он как бы, ну, такой не сильно дорогой, прямо скажем. Все, друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан, будет еще впереди много различных обзоров недвижимости и вторички, и новостроек. Рискуйте пропустить. Поэтому обязательно подпишитесь на наш канал. На этом у меня все. До новых, до новых встреч. Все, друзья, пока.